Иисус не пришел, чтобы начать новую религию. Он пришел исполнить все, что сказал Моисей и пророки. Тогда почему сегодня иудаизм и христианство считаются такими разными религиями? Как так случилось? В этой серии я возвращаюсь к истокам этого разделения, чтобы показать вам, как мы пришли к нынешнему положению вещей. Я надеюсь, что благодаря этому евреи поймут еврейские корни веры в Иисуса, а нееврейские верующие поймут, что еврейская вера является основанием их веры в Иисуса. В Евангелии от Луки, 24 главе, Иисус провел своим ученикам экскурс по закону Моисея и пророкам, показывая им все, что написано в Таннахе о нем. Библия говорит нам, что Христос и Иешуа — это цель закона. Он исполнил его полностью. А вот почему Иисус сказал, «Если бы вы верили Моисею, то поверили бы в Меня». С этого момента мы продолжим говорить о причинах, которые разделили эти два движения. На прошлой неделе мы говорили о зависти фарисеев. В Евангелии от Иоанна сказано, что фарисеи хотели убить Иисуса, потому что они Ему завидовали. После того, как Иисус воскресил Лазаря из мертвых, люди начали уходить от фарисеев и следовать за Иисусом. И естественной человеческой реакцией было желание остановить это, чтобы не потерять то, что у них было. С того момента фарисеи стали думать о том, как они могут убить Иешуа. А вот мысль, на которой я закончил в прошлый раз. Современный иудаизм или раввинистический иудаизм был создан теми самыми фарисеями и их потомками, которые хотели убить Иисуса из зависти. И вот такое анти-Иисусовое мировоззрение передалось всем поколениям иудеев, начиная с 90-го года нашей эры. Именно в тот момент был создан раввинистический иудаизм. Получается, что с 90-го года основы раввинистического иудаизма передаются всем последующим поколениям евреев до этого дня. Иными словами, современный ортодоксальный иудаизм основан на взглядах фарисеев, которые две тысячи лет назад хотели убить Иешуа, потому что завидовали ему. То есть, те фарисеи, которые хотели убить Иисуса, это те же люди, которые основали раввинский иудаизм в 90-м году. Поэтому евреев с детства учат тому, что они не верят в Иисуса. Лишь потому, что две тысячи лет назад жили фарисеи, которые завидовали ему, потому что теряли свои позиции. Из-за неуверенности в себе они передали нам это верование. И сегодня евреи отвергают Иисуса, не осознавая, что главная причина нашего неприятия — это неуверенность фарисеев. Фарисеи должны были изучить Писание и увидеть, что Иисус исполнил его. Но они не были открыты к этому. Их больше волновала потеря их позиций в обществе. Люди стали уходить от них, чтобы следовать за Иисусом. Они считали, что люди сбились с пути, но на самом деле истинный Мессия увел их за собой. Я хочу дать вам еще одно важное основание, почему евреи сегодня не принимают Иисуса как еврейского Мессию. Это теологический вопрос. Иисус действительно потряс евреев, когда заявил о своих отношениях с Отцом. Об этом написано в Евангелии от Иоанна, 10 главе, 32 стихе. Иисус очень часто назван Сыном Божиим в Новом Завете. Иисус говорил так. «Я и Отец одно целое». Для евреев это была ересь, потому что евреи верят в одного Бога. Я хочу прочесть вам это Местописание, 32 стих. Иисус отвечал им, «Много добрых дел показал я вам от Отца Моего, за которое из них хотите побить Меня камнями». Иудеи сказали ему в ответ, «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство, и за то, что ты, будучи человеком, делаешь себя Богом». Иисус заявлял, что Он ровня Богу, Сын Божий. 36 стих говорит об этом. «Вы говорите, богохульствуешь, потому что Я сказал, Я Сын Божий». Самым важным провозглашением евреев является так называемая шма. Она звучит так. «Послушай, Израиль, наш Господь Бог, единый Господь». Мы говорим так, «Шма Исраиль, Адонай Элохейну, Адонай Эхат». Это говорит о том, что Бог един. И когда приходит Иисус и заявляет, что имеет такую же власть, как Бог, Его начинают спрашивать, «Кто ты такой, чтобы прощать грехи?» Например, Иисус сказал кому-то, «Твои грехи прощены». А фарисеи кричали, «Богохульство!» «Кто ты такой, чтобы прощать грехи?» Иисус отвечал, «Что проще сказать? Прощаются тебе твои грехи? Или возьми свою постель и иди». Человек тот тотчас же встал и начал ходить. Все были в шоке. Так Иисус доказал, что имеет власть прощать грехи. Он сказал, «Сын Божий имеет власть прощать грехи на земле». Это было сложно принять религиозным лидерам того времени, потому что они считали, что Бог один в единственном числе. А представление о том, что есть Бог Отец и Бог Сын, не вмещалось в их парадигму. Но я хочу показать вам что-то в еврейском Писании, в книге Даниил. Здесь говорится о том, что у Бога Отца есть Сын. Это пророческое видение, которое получил Даниил о последнем времени. Иисус ссылался на слова Даниила в Евангелии от Матфея, 24 главе, когда говорил о конце времен. Что здесь происходит? Даниил видел, как Отец передал мир и царство Своему Сыну. Именно эту картину мы можем лицезреть в этом месте Писания. Книге Даниила, 7 главе, 13 стихе. «Видел я в ночных видениях, а вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий. Дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его, Владычество Вечное, которое не придет, и Царство Его не разрушится». Даниил пишет, что Сын Человеческий получил Царство Вечное. Как видите, дорогие мои, еще в еврейском Писании есть пророчество о Сыне Божием, получившем владычество над землей и правящем как Бог. Вот почему Иисус сказал, «Все, что дал мне Отец, ко мне придет». Почему? Потому что Он выполнял волю Отца. «Отец создал мир через Своего Сына, спасает людей через Него и будет править миром также через Него». Библия говорит, что через Него все, что начало быть, начало быть. Поэтому Иисус сказал, «Я и Отец одно». Но опять же, это была неизвестная нам ранее информация. Она может нас пугать. Именно это произошло в те дни, когда писался Новый Завет. И то же самое продолжает происходить на земле сегодня в умах еврейского сообщества. Я сам вырос в еврейской семье и понимаю, что мы верим в одного Бога. И когда христианин говорит, «Я верю в одного Бога, Бога Отца, Сына и Святого Духа», для традиционных евреев это бессмыслица. Вы говорите, что верите в одного Бога, но при этом в Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа. Это не похоже на одного Бога. Это похоже на трех богов. Это подводит нас с вами к тайне, которую отцы церкви назвали Троицей, то есть Бог один, но проявляется в трех личностях. Я пытаюсь помочь вам понять эту парадигму на примере того, что Бог делал в самом начале сотворения. В самом начале книги Бытие Господь говорит, «Давайте создадим человека по нашему образу и подобию». И нам нужно задать себе вопрос, к кому он обращается, когда говорит «создадим» по нашему образу и подобию. Некоторые раввины учат тому, что он обращался к ангелам, но мы с вами не созданы по подобию ангелов. Бог сказал, что мы созданы по его подобию. Поэтому Бог мог обращаться только к самому себе. Что я имею в виду? Послушайте. Вот в чем тайна. Внутри Бога есть взаимоотношения. Многие из вас согласятся со мной, что Бог — это любовь, а любви нужен объект. Итак, если Бог существовал всегда, еще до сотворения, и Он — это любовь, то кого Он мог любить до того, как все было создано? Он любил Сына, который, как говорит Евангелие от Иоанна, всегда был в Его лоне. То есть у Отца изначально был объект любви, Его Сын. Сын вечен, как и Отец, а Дух держит все вместе. Итак, концепция о том, что Бог один, не нарушается верованием христиан в Отца, Сына и Святого Духа. Сам Бог сказал в Торе, «Человек оставит Отца и Мать и прилепится к своей жене, и двое станут одним». Итак, два отдельных человека, мужчина и женщина, муж и жена, соединяются вместе и становятся одним. Это называется «составное единство», когда две части соединяются в одно целое. То же самое относится и к Богу. Внутри Бога есть взаимоотношения. Сын всегда был на лоне Отца, а Дух все держит вместе. Дух — это средство или инструмент, через который движется Бог. И мы видим проявление Триединого Бога, когда Иисус крестился. Помните, Иешуа пришел к реке Иордан, и как только он вышел из воды, над его головой появился Дух в виде голубя. А Отец произнес с неба, «Это Сын Мой возлюбленный, в Нем Мое благоволение». То есть там был Дух, Отец и Сын Иисус. Я хочу помочь вам понять это, дорогие. Не ожидайте разобраться в том, как это Бог один, но в Нем есть, Сын и Дух Святой. Мы не можем понять это так же, как не можем понять то, что Бог существовал всегда. Иными словами, когда мы пытаемся понять то, что Бог был всегда, и у Него нет начала, то не можем этого сделать. Нам всегда хочется спросить, а откуда взялся Бог? Нам кажется бессмысленным то, что Бог существовал всегда. Ему нужно было откуда-то появиться. Как Он может существовать всегда и не иметь начала? Правда в том, что мы понимаем только начало и конец, причину и следствие. И мы не можем понять, что такое вечное существо, существовавшее всегда и не имеющее начала. Так же, как мы, не можем даже приблизиться к пониманию Бога, который существовал всегда и не имеет начала. Мы думаем, что Он должен был откуда-то появиться, но откуда? Как Он может существовать всегда? Как мы не понимаем этого? Так не стоит ожидать, что мы поймем тайну о том, что внутри Бога есть взаимоотношения. Тайну Отца, Сына и Святого Духа. Но мы видим эту тайну даже в еврейском писании. Я уже читал вам книгу Даниила, 7 главу, 13 стих. Там сказано, «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий». Это термин, который Иисус часто использовал по отношению к себе. Сын Человеческий дошел. Кто дошел? Сын Человеческий, или Иисус, Он дошел до ветхого днями. А кто такой ветхий днями? Здесь мы видим и Сына, и Отца. А в других местах мы читаем такие слова. «Не оскорбляйте Духа Святого». Здесь Бог открывает еще одну часть Себя, названную Святым Духом. Это еще один камень преткновения для многих евреев. И это был камень преткновения для фарисеев времен Иешуа. Он остается таковым для многих евреев по сей день. И это одна из причин разделения между традиционным иудаизмом и христианством. Еще одна похожая концепция – это то, что мы, христиане, верим, что Иисус – это Бог воплоти. Мы не говорим, что Бог – это человек, но скорее говорим, что Бог принял человеческий облик. Поэтому в Евангелии от Иоанна мы читаем, что вначале было Слово. Слово было с Богом, и Слово было Бог. И Слово стало плоти. Итак, вначале было Слово. Бог, как Слово, существовал всегда. Слово было вместе с Богом. Иисус всегда был с Богом на Его лоне. Слово было Бог. И Слово стало плотью. То есть, Бог принял на Себя человеческий облик. Эту концепцию очень сложно понять и принять евреям. Даже во времена Иисуса. Это было очень и очень сложно. Это одна из причин разделивших христианство и раввинистический иудаизм. Но если мы вернемся к Торе, то увидим, как Бог явился Аврааму в человеческом обличии у дубов Мамре. Три ангела стояли перед Авраамом у дубов Мамре. И один из этих ангелов — это Ядхе-Вадхе. В оригинале сказано, что одно из священных имен Бога — Яхве. Это можно назвать богоявлением. Явлением Христа до воплощения на земле. То есть, еще до прихода Христа, две тысячи лет назад, Бог пришел в мир воплоти, и об этом написано в Торе. Итак, дорогие, существуют объяснения для всех этих вопросов, которые так беспокоят евреев. И я очень надеюсь, что смогу помочь моим дорогим еврейским братьям и сестрам понять в полноте, что вера в Иисуса является еврейской. А современный ортодоксальный иудаизм основан на взглядах фарисеев, которые хотели убить Иисуса, потому что завидовали им. То есть, те фарисеи, которые хотели убить Иисуса, это те же люди, которые основали раввинистический иудаизм. Именно поэтому евреев с детства учат тому, что они не верят в Иисуса и вообще никогда не должны в Него верить. И все это лишь потому, что две тысячи лет назад жили люди, фарисеи, которые завидовали ему, потому что теряли свои позиции. Из-за неуверенности в себе они передали и нам это верование. И сегодня евреи отвергают Иисуса, не осознавая, что главная причина нашего неприятия это неуверенность фарисеев. Также я надеюсь, что нееврейские верующие в Иисуса поймут, что проматерью вашей веры является иудаизм. Вы должны любить евреев, потому что ваша вера в Иисуса вышла из иудаизма. Сам Иисус сказал «спасение от иудеев», а Павел писал «чтобы вы не были невежественны в том, что поддерживает вашу веру». Что поддерживает нашу веру, церковь, израильский народ, пророки, еврейское писание и, конечно же, сам Мессия, Иисус из Назарета, царь иудеев. Я надеюсь соединить евреев и язычников в любви. Пусть Бог благословит вас. До новых встреч!